трэш так, еще у нас по рунам армор, подожди, ты играешь армор АД бля, я не знаю, что трэши берут, по-моему, они должны брать армор МРС, что-нибудь типа такого, по моим ощущениям ты еще без атак спида подожди, а что у тебя вообще взято? У тебя взят армор хп перлэвл и АД я не знаю, как играют, ты посмотри на лупро как играют трэши, мне кажется, что они должны играть атак спида, армор МРС примерно в среднем, может быть атак спида, армор, армор в некоторых ситуациях Glacial Nice Жоня с Хигфлэшом спорно, что лучше, я думаю, Хигфлэш лучше, бонплейтинг нормальная тема анфлинчинг анфлинчинг такое, под вопросом дисквит можно, космик нормальная КДР 2 армор, да, 2 резиста плюс КДР, я думал, что атак спида для трэйдов но видимо 2 резиста КДР, самое правильное просто у него АП скиллы как таковые и не такие большие вроде бы кому же тебе дается а, нет, ну тебе будет даваться АП если ты саппорт, АП айтем купишь идешь сразу трапить так, почему ты сукак, кстати, начал бля, а забот матчапы сейчас не очень хорошо шарю, но вообще основная сила трэша, особенно у тебя сильнее АДшник, да, ловел 1 это занять позицию в кустах оттуда выйти на кого-то, дать флей авту и отойти ты из-за того, что берешь хук for no reason ты на линии, по идее, сильно слабее если ты не поймаешь кого-нибудь здесь именно хуком, поэтому я не очень понимаю зачем ты так стартуешь не качай ничего хотя бы то есть и потом, если тебя будут фейсчекать, хукни если нет, то флей хотя даже на фейсчеке флей может быть вообще лучше, чем хук в итоге хук сыграл, блядь вы хорошо затрейдились дальше идти только если вы убьете прям убиваете два флэша только инвестировали вы знаете, что чуваки лишили поставить на всякий случай вар здесь не помешает чтобы эвелина на вас левел 2 не зашла здесь вообще надо допушить этот лейн реколь над самым обоим реализовать ферстблат значит следующий тебе тут нужен вард вот из-за того, что ты тогда, блядь, не поставил вард сейчас твой адешник умирает по ощущениям, блядь ты просто убил своего адешника тем, что не поставил вард а, возможно, ты убьешь сейчас челов мужика так а в ту свинье, блядь не убил а ты, по сути, убил у вас обоих тем, что здесь вард не поставил когда отходил всегда, если вы не допушиваете второй вейв то тавера ты ставишь вард и даже если допушиваете часто надо ставить вард просто глубже с базы И особо прикрыть на боте до пуш можно сходить. Можно еще было посмотреть мид топ. Решаешь пройти на мид. Тут уже раз ты прошел на бот, все-таки иди на бот, помоги своему адшнику до пушить. Соси экспу, это вард, который у тебя должен был стоять заранее. Соси экспу, тут ничего вы не можете найти. Прогуляйся на мид, тебе реколится незачем. Зачем вот ты сейчас тусишься со своим адшником? Хотите какой-то плей посмотреть на боте? Как бы вопрос. Тут можно было посмотреть ровно мид спокойно. У тебя, конечно, не самый агрессивный лесник, но что-нибудь можно было бы придумать. Так, зачем ты хук? Делается не так. Ты просто стоишь вот здесь, пачка пушится в вашу сторону. Тебе не нужно пытаться хукнуть, если это хук не процентов 70 попадания. У вас уже иверн стоит за спиной. Ты можешь просто стоять здесь, по позиции оппонентов ты понимаешь, что они будут играть агрессивно, да и в любом случае им нужно будет запушивать дальше. Дай пачке пройти вот сюда. Они подойдут поближе, дальше просто дашь лантерн флей и челы умрут. Кстати, все равно сработало, из-за того, что Рената слишком далеко зашла. Но базово тут лучше было играть от ваева. То есть у тебя пушится вейв, лови чуваков на этом. По идее, вы можете убить эту Север. Она проебала щит, уже не можете. Болей нужен. Сколько у тебя бабоса? У тебя 750 голды, ты хочешь рекол после этого вейва. Либо ром на мид, рекол, либо просто рекол. На миду ничего не будет. На миду ты можешь видеть, что там челы просто допушивают, хотят рекол и верным обеспечат рекол. Сломай эту просветку, поставь сюда вар, реколь, купи себе ботинки с базы, будь сильным. Ты нахуя-то пришел на мид? В итоге это сработало, потому что на Ренате просто тотальный говноед. Это с чересчур зачезил. А, у вас тут просто клоун феста. Ты приходишь на мид, сражаться ни за что. Враг просто троллит, идет сражаться тоже ни за что. По макро ты должен просто, видишь, на миду ничего не назревает. Иди поставь вард перед реколом, реколься, получи ботинок. Где тут, кстати, мерки, я думаю. Я думаю, тут должен был купить мерки. И там 2-3 АПшника с контролем. КДР, конечно, крутая тема на Трэшана. По ощущениям мерки здесь были лучше, тем более тебе на них хватало. Хорошо сыграл Тлантерна. Вы можете коллапсить правильно. Вы сильнее, просто идешь агрессивно на мужика. Лей, хук. Аша должна убивать эту ювелину. Кто очень хорошо по макро сыграл. Аша не очень хорошо сыграла по микро. Она должна была кайтить и не... Я, блядь. Ебнули ультой просто. С базой ты ничего не можешь сделать. Ты мог пойти за Геральда играть, кстати. То, что ты делаешь, тоже неплохо. Если Аша будет фризить, пингаешь ей фризить. Я не знаю, почему она разбивает этот фриз. Могли попытаться поймать Севирта. На Геральда ты уже опаздываешь. Ты не должен туда идти. Ты должен пингать бэк. Ты должен был либо с базы идти на Геральда, либо не идти туда вообще. Пиздец тут клан Фиеста. Это жестко. Ладно, в итоге ты сходил на Геральда эффективно. Но какая-то гига долбоебизма у врагов включился. Они пошли чездить под Тир-2. А счет из базы должен был просто идти на Геральда. Понюхать, что там как. Потому что на боте тебе все равно было делать нехер. Севирт тут умирает. Еще по баблу. 700. Можно смотреть бэк. Сколько у тебя два родилки. Вардилка, по идее, должна дотикать. Сколько вардилка тикает. Блять. Вот мне интересно, ты бы дождался тиков вардилки, если бы она тебя не прокнула. Надеюсь, что да. Иначе это был бы дизастер. А пиздец тут лантернами спасаешь, чуваков. Еще у вас есть? Блять, я понимаю. Там Маргаритка набила лицо самому Иверну, по-моему. Вот тут всех убиваете, по идее. Так, стопаем. Блять, я продал. Ты дур. Так, что тут с базой делать? Ты еще что собираешь? Тут можно было собрать Шуреллию против их сетапа. Было бы очень найс. Локет неплох весьма. Я бы за Шуреллию здесь голосовал, кстати. Против ражской команды ИМС очень хорошо, очень сильно решает. Слишком агрессивно играете. Вы не знаете, где Ева. Если вы верите, конечно, тут еще и Ксерач пришел. Если вы верите, что вы 2 на 3 победите, то это было норм. Но вообще тут против Ева нужно аккуратно вокруг пингворда. Пинг вы можете защищать, а вот дальше идти очень опасно. Так, ну теперь надо идти дипворды ставить. Хорош, один поставлен. Можно второй еще выебать. Найс. Сломал вражеские ворды. Тут вообще каверить Вейдура или резетать? Или каверить Ашуа? Можешь стоять на каверю. Тебе в резет за вардами не так сильно нужен. Хватит тут на мужика зашли. Вот поэтому опасно играть против Эвелины. Да против любого лесника тогда ведь опасно, когда ты не знаешь, где он. По сути отдали 2 кила Эвелины. Хотя ваша задача играть была просто по таверу. Ты вообще там должен был стоять чуть ли не на лантерне чуваку своему. Чтобы он мог гарантированно тыкать тавер. Тут надо, чтобы Аша аккуратно стояла на боте, вы сходили бы за Геральда. Просто каверить чуваков на Геральде, все правильно. Охуел куда-то зашел. Очень глубоко зашел. Твоя позиция вот у этого дотбуша. Ты чемпион с хуком. Чемпионы с хуком всегда стоят рядом с командой где-то в кусту, чтобы хукать из куста. Они не стоят в открытой позиции, чтобы их было видно. Тут уже трудно пилить тиммейтов из-за того, что вы нафидили Еву в говно. Но на самом деле вы ботлейном нафиде Левелине, по-моему, 4 кила. Просто своими ошибками. До этого теперь очень трудно играть. Возможно, тебе в какой-то момент нужно было присосаться к леснику. Если бы это был не Иверн, я бы точно сказал, что тебе нужно было оставить Ашу и присосаться к леснику. Просто с Иверном там специфично все очень зависит от того, можно ли надавить еще на линии какие-то. Но я думаю, что тебе надо было там на Геральда бегать с Иверном два раза. Фината заходит. Какой-то гига-кринж. А что ты вторым собираешь? Вообще вторым? Я думаю, ты должен собирать Анафему, по ощущениям, если честно. Она дает ей КДР и ХП. Резисты у тебя уже есть. Лучшие айтемы, я реально думаю, ты не придумаешь. Анафему вешать на Еву или Белвет. Или Ксирача. Анафему в среднем самый лучший айтем на саппорт, а вторым. Которого спасает Тенасити. Надо резетать. Просто ставишь вард. Тут варды твои уже не особо работают. Там Евелина на фижины. Но на миду надо поддерживать вард посередине хотя бы. Ты маску собрал. Ты не можешь так много танчить, чтобы маска себя оправдала. Я думаю, Анафему 100% была круче. Тут фул АП. Да тут не фул АП. Там только Евелина и Евелина Ксирач. Плюс это. Рената АП. Так-то там Белвет. Белвет Севир тоже есть. Да, Найтс Вов тут бы точно не зашел. Вот здесь. Ох, ебать. Это ты поставил? Ебать. Я только хотел сказать, что ты должен по центру мюда поставить пинг. Ты его поставил. Респект. В таких ситуациях нужно типа кидать. Ты делаешь вид, что кидаешь хук сюда, кидаешь в другую сторону. Челы всегда думают, что хук будет лететь примерно туда, где твоя моделька. Но ты можешь кинуть куда-то в другую сторону. Того, кого не ожидаешь. Ты бы сейчас хукнул Ренату. И твоя позиция так глубоко выглядела бы не так плохо. Так она ужасна. Тут вы выиграете только за счет того, что у вас просто челы. Иверн очень много счетов дает. Если б не Иверн, тебя бы тут разорвало просто на куски. Вы охуели уже. У вас тут, судя по всему, клоун Фиеста уже с пайтерами будет. Тут ты должен... Либо вот... Ты занимаешь около объектов очень сомнительную позицию. Тут у тебя есть свипер. Зайди просто в этот куст. Свипни. Будь уверен, что тут нет вардов вражеских. Стой в этом кусту. Смотри хук по-любому из этих челов. Никто не ожидает. Ну, вернее, они могут ожидать хука из куста, но они вряд ли среагируют чем-то. Из-за того, что ты стоишь вне куста, ты даешь им очень вальяжно себя позиционироваться, не бояться твоего хука, реагировать на твои анимации. Кукерам очень важно стоять в кустах. Там уже попадешь хуком, твоя команда сможет зафлапить. Ты сам сможешь полететь, поставить ульту, затанчишь с помощью щита и верно. Ебать, она тебя разорвала. Да, но у нее уже хляпа плюс Миджая. Ху-бить. Потому что у тебя есть МРС. Да, я думаю, это та ситуация, в которой Анафему тебе помогла, если бы она висела на Велине. Третьим айтемом уже... Третьим айтемом, мне кажется, вообще на саппорта один из самых лучших предметов, это Жоня почти всегда, по моим ощущениям. Особенно на контактных саппортах, из келящихся от АП. Задумайся над этим. Я по-хорошему бил должен был выгодить Мифика, Анафему, Жоня. Я думаю. МРС не прох против их сетапа, чтобы именно танчить, но мне... Мне не нравится то, что на трех предметах, если вражеский АДшник будет фармить с Билвет, тебя просто разорвут автоатаками. Хорошо контролишь Еву. Наконец-то стоишь в этом кусту ебучим, блядь. Кстати, то, что ты сделал, было неплохо, на самом деле. Сыднуться в Велину было неплохо. В тимфайтах ты вроде ничего себя чувствуешь. Вроде бы ничего. А с учетом того, что у тебя вообще здесь есть Ивер, может быть... МРС предмет вообще не так плохо для тебя. Просто это не думаю, что... Это точнее точно не Абисалмазка должна быть, я думаю. Я бы на твоем месте либо Спирит Визаж, либо реально Анафему ебанул здесь. Короче, в Верлигейме следи. После второй пачки у тебя всегда должен быть вард на реке. Это очень важно. Если у тебя его нет, ты должен его либо ставить заранее, перед первой пачкой, когда до нее идешь, либо ставить после второй или во время второй. То есть находить спейс. Из-за того, что ты не поставил, ты по сути убил себя, убил своего тиммейта. Смотри лучше за роумами. Когда видишь, что ром не удается, просто поставь в вардере колься, если у тебя есть возможность. С какого-то момента, я не знаю, примерно со спавна Геральда зачастую хорошо играть с лесником. То есть если он там стоит со стороны Геральда, допустим, лучше пойти с ним поиграть, не продавая особо АДшника. То есть если в АДшника билдится там пачка из 30 крипов, то, наверное, ее лучше принять сначала. А если там твой АДшник пушит, допустим, вы законтролили линию, и у тебя есть опция прогуляться до Геральда, лучше прогуляться до Геральда, чем стоять с АДшником. Примерно такой приоритет у тебя должен быть.